МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. Дорога к храму знаний. В деревне Шахобылова Урмарского района построили подъездные пути к школе. Цена на ценный продукт. Почем нынче деревенское молоко? Заиграли новыми красками. Почему в Чебоксарах желтеют пешеходные зебры? Сегодня итоги и перспективы социально-экономического развития обсудили в Урмарском районе. Обстоятельным разговору предшествовала ознакомительная поездка по социальным и производственным объектам. Глава Чувашии побывал на рынке в районной больнице и в парке культуры и отдыха на строительстве нового детского сада на 145 мест. Учреждением для детей особое внимание. Сегодня в деревне Шахобылова торжественно открыли дорогу к школе. Саму школу построили в прошлом году. Но подъезжать к ней было неудобно. Школьные автобусы высаживали детей на окраине деревни. Теперь проблема решена. Михаил Игнатьев также обсудил с жителями вопрос эффективного использования земель и закупочная цена на молоко. И в развитии молочной темы наша съемочная группа побывала в Аликовском районе, чтобы узнать, почем нынче деревенское молоко. Сейчас закупочная цена на молоко 11 рублей за литр. Жители деревни сетуют, что именно летом, когда самый высокий надой молока, цена на него резко падает. Настолько, что затраты по производству практически не окупаются. Отсюда и сокращение поголовья коров. Меньше стали держать. У нас тоже было две коровы. Только одну оставляли. За такую цену не хочется работать. Сено надо кощить. Тысячу рублей дадим. Первый указ. На 60 сотых тысячи рублей. А это когда оправдает? Молоко у сельчан чаще всего покупают перекупщики. Иван Волков один из них. Каждое лето он ездит по деревням. С одной стороны, это помощь жителям сельскохозяйственных районов. Молоко не прокисает в ожидании. Но с другой стороны, хотелось бы получать хоть какую-то прибыль за свой труд. Цены на молоко в зависимости от сезона меняются. Так Иван Волков решил, что с 1 августа литр молока будет стоить до 13 рублей. Вовремя стараемся давать деньги. Каждые 10 дней, значит, 15 дней мы им это дело по списку выдаем денег. Получается, почему? Я знаю, те деревни, которые наши машины не успевают доезжать, там цена другая. Даже здесь разница в рубль уже. Если мы 12, у них там 11 или 10, 50. Даже в этой деревне. Ну, большинство народ видит, что мы держим цену. И большинство молока у нас. Вопрос цены на молоко сельчане поднимают каждый год. Дотации в бюджете на это не предусмотрено. В своих поездках по районам глава Чуваши и Михаил Игнатьев обязательно встречаются с сельчанами и обсуждают эту тему. Здесь надо находить компромисс. Вести переговоры с закупщиками. Договариваться о цене. Екатерина Кудряшова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. А накануне Михаил Игнатьев посетил Чебоксарский район, чтобы собственными глазами увидеть новый сельский клуб, уборку урожая и многое другое. Подробности в нашем сюжете. Первым пунктом в списке посещений на этот раз стала деревня Машкасы. Здесь открыли новый сельский клуб, построенный, кстати, на бюджетные деньги и при помощи самих жителей. Здесь живет очень активный народ. Они сами попросили и сами стали первыми инициаторами и первыми исполнителями этого задуманного дела. Действительно, очень много труда вложено. Сельчане сами провели воду, электричество и очень старались, на каждом шагу помогали. Открытие этого клуба жители деревни ждали с огромным нетерпением. Ведь до этого им попросту негде было собраться. Сколько лет ждем? Это давно ждем. Я 15 лет в этой деревне живу, я 15 лет жду этот клуб. И сейчас только появился. Все сами тоже присадку придем сюда. Вот сейчас как открылись, недели две назад, то ночью плясали мы. Сами, хотя пожилые люди, я сама то ночью плясала, домой неохота даже. В самом разгаре сейчас уборочная страда. Михаил Игнатьев остановился в поле агрофирмы «Альдеевская». Сортировать надо, потому что оцелевать будет. Все равно сорняки подняли сейчас к осени. Так что, кто желает остаться на уборку такого урожая, мы можем вам разрешить. Желание остаться не изъявил никто из присутствующих. Но зато все живо интересовались ходом работ. Михаил Игнатьев остался доволен урожаем и обещал всякое содействие таким сельхозпредприятиям. А министр сельского хозяйства Чувашей рассказал, из каких средств планируется погасить задолженность перед агрофирмой за строительство новых цыплиц. 11 миллиардов дополнительных средств предусмотрено из бюджета Российской Федерации. В Чувашской республике из этих денег приходит 83 миллиона рублей. Из них 63 миллиона где-то это на институционные проекты для растеневодцев. В этот день в Чебоксарском районе открылся и новый фельдшерско-акушерский пункт. Здесь будут лечиться жители трех деревень. Сирмопоси, Саратокосы и Большой Чигирь. До 90-го года этот фельдшерско-акушерский пункт функционировал. После этого у нас фельдшер ушла на пенсию. После 90-го года здание признано было ветхим. Не функционировало. Вот благодаря указу главы республики у нас появился модульный фельдшерско-акушерский пункт. Второй в Чебоксарском районе. И это огромный праздник не только для жителей Чебоксарского района, для жителей Шинирбосинского поселения, для медицинских работников. 3700 голов в час. Вот мощность линии забоя реконструированного убойного цеха птицефабрики Акашевская. А также сейчас ведутся работы по реконструкции старой очереди инкубационного цеха и двух птичников. Мы сегодня делаем качественный продукт, выращиваем, который у нас представлен во всех российских сетях. У нас есть уже покупатель. Также мы экспортируем свой продукт в Радские Эмираты. Это говорит о том, что качество у нас отменное. Чем можно отгордиться? Лет пять назад здесь ничего не было у нас. Ни рабочих мест, ни птицы по голове не было. Или были, болудохлые птицы были, такая скажем. Убойные цеха они сейчас реконструируют. То есть перспектива очень хорошая. В поселке Новая Тлашева прошло совещание со старостами населенных пунктов Чебоксарского района, в котором приняли участие и главы сельских поселений. Это у нас второй раз. В прошлом году было. Мы в государственном академическом Чувашском драмтеатре нас собирали. И это второй год. На встрече глава подчеркнул необходимость подобных мероприятий, ведь обмен опытом полезен всегда. Люди хотят жить лучше, чем вчера. Это нормальное явление и с точки зрения психологии, и с точки зрения требования и ощущений самих жителей. Но самое главное, мы, должностные лица органов власти, должны соответствовать этим требованиям. На совещании затронули вопросы развития сельских поселений, среди которых строительство дорог и запуск новых маршрутов для школьных автобусов. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Отправятся в теплые края, но не на отдых, а на родину. Накануне из Чувашии за пределы России выдворили трех гражданок Нигерии. В Россию девушки приехали еще несколько лет назад по визе. Однако, когда ее действие закончилось, на родину обратно торопиться не стали. На миграционный контроль тоже не встали. Своё незаконное пребывание в стране, две нарушительницы объяснили тем, что на родину побоялись возвращаться из-за начавшихся там беспорядков. Еще одна девушка заявила, что приехала в Россию заработать денег на лечение матери. Однако та умерла, и возвращаться в Нигерию она не стала. Так или иначе, девушек отправили домой и назначили штраф в 2000 рублей. Кстати, чем они занимались в Чувашии, не сообщается. В эти дни исполняется сто лет с начала Первой мировой войны. После убийства Эрдзекерцога Франца Фердинанда Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Россия заявила, что не допустит оккупации Сербии. В ответ на это Германия объявила войну России. Произошло это 1 августа 1914 года. Война, покончившая с миром, на редкость удачный афоризм. В результате этой войны погибли 12 миллионов граждан разных стран. 55 миллионов были ранены. Но главные с лица земли исчезли четыре империи. Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская. Всего же в войну оказались вовлечены 38 государств. В ходе боевых действий впервые применены новые виды оружия. В том числе и химическое. Причем использовались препараты не только раздражающего воздействия, но и отравляющие хлор, фазген. Также впервые в сражениях применялись танки. Около 8 миллионов человек стали военнопленными. Причем Россия потеряла 4 миллиона, взяла в плен около 2,5. Большинство были отправлены в тыл на работы. В Казанской и Симбирской губерниях, в состав которых входила в то время территория нашей республики, пленные работали в сельской местности. Меньше – в городах, на предприятиях и строительстве различных объектов, в частности в Чебоксарах. Здание, в котором размещается галерея 6 на 7, было построено австрийцами и венграми. В отличие от Великой Отечественной, во времена Первой мировой войны отношение к пленным было куда гуманнее. Им даже платили зарплату. Средняя сумма – 5 рублей, при том, что килограмм хлеба стоил 5 копеек, мясо – 30 копеек. Красный Крест даже открывал специальные лазареты для пленных, а воюющие стороны через посредников обменивались корреспонденцией. Так что иностранные граждане, находящиеся в плену и под административным надзором, могли даже получать письма и посылки с родины. В 1918 году наша страна, уже советская, вышла из войны, подписав мирный договор с Германией на весьма тяжелых условиях. Россия потеряла Польшу, Литву, Латвию, часть Белоруссии. И долгие годы эта тема оставалась вне сферы интересов историков. Лишь два года назад, 1 августа, стала Днем памяти российских солдат, героически защищавших и свою родину, и братские народы в годы Первой мировой войны. 2 августа – День воздушно-десантных войск. В городе по традиции состоятся праздничные мероприятия. О торжественной программе празднования нам рассказал председатель Союза десантников Чуваший Игорь Кашаев. У нас завтрашний день будет очень насыщенно. С утра мы традиционно всегда возлагаем цветы, начиная к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне, потом памятнику Афганской войны и памятнику погибшим на Северном Кавказе и других локальных войнах. То есть вот три памятника в Мемориальном парке Победа будут возлагаты цветы, организованы нашей организацией, Чуваший Республиканский союз десантников Чувашии и Союз ветеранов Афганистана. И потом у нас по программе согласованные действия с городской администрацией мы выходим на шествие по улице Ивана Франко с Мемориального парка Победы, улице Ивана Франко, улице Калинина и далее на Красную площадь, где будут основные мероприятия. Там будет торжественная часть, там будет концертная программа. Ну и после торжественной части самое главное, это будет показательное выступление по рукопашному бою, по боевым видам искусства, значит, ветеранов воздушностных войск и его специального назначения. И параллельно будут еще осуществляться прыжки на Красную площадь спортсменов-парашютистов, а потом уже будет концертная программа для ветеранов воздушностных войск. Ну а 3 августа в Новочебоксарске пройдет ежегодный городской фестиваль солдатской песни. На фестивале прозвучат популярные военно-патриотические композиции в исполнении профессиональных певцов и самодеятельных артистов. Помимо праздничной программы, планируется провести сбор гуманитарной и материальной помощи для беженцев из Украины. Фестиваль начнется в 12 часов в парке культуры и отдыха Ельниковской роще. Отныне зебры будут не черно-белыми, а желто-белыми. Речь, конечно, не об обитателях Африки, а о дорожных переходах. По всей стране пешеходные зебры меняют так раз. В Чебоксарах уже пожелтели 25 переходов. В планах еще примерно столько же. Такую расцветку выбрали не под флаг республики, не потому, что кому-то просто нравится желтый цвет. Под наблюдением специалистов он привлекает внимание. Есть распоряжение главка, то есть рекомендации, нанесение для улучшения видимости зебры, наносить желательно вблизи школ, разметку пешеходный переход бело-желтого цвета. В нашем городе тоже принято решение опробовать такую технологию. На данном пешеходном переходе работы ведут с использованием относительно нового материала. Так, желтые полосы наносят холодным пластиком. Он примерно в 10 раз дороже обычной краски. Одна зебра занимает площадь 28 квадратных метров. На нее необходимо затратить почти 129 килограммов. В переводе на деньги около 22 тысяч рублей. Оправдать расходы должен срок службы. В Германии такой материал держится два года. Как поведет себя разметка? В российской действительности судить можно будет весной, когда сойдет снег. Так или иначе, пока это эксперимент. Если результаты муниципалитету не понравятся, вероятно, будут пробовать что-то другое. По прогнозам синоптиков, наступивший август станет одним из самых жарких месяцев этого лета. Инприрода Чуваший просит жителей республики воздержаться от посещения лесов в период жары и засухи. Строго соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем. А еще в августе ожидается очередная волна отключения горячей воды в столице Чувашии. С 4 по 8 августа в северо-западном районе, 5, 6 и 7 без горячей воды останутся жители центра юго-западного района. В Лапсарах и на южной поселке горячей воды не будет с 12 по 14 августа. В Альгешево с 20 по 22. Это все новости нашего выпуска на сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok